Записки книга 2 детка Порфирия Иванова Опять у нас Сергей Матвиенко Вот, немножечко почитаем, а потом я расскажу свое мнение, выскажу Значит, пишет Так и получается, что тело было сделано здесь на земле, точнее из земли Так как сперва мы потребляем все, что выросло на земле Соответственно и биомасса, из которой состоит человек А биомасса это живые организмы, соединенные вместе Это считает Сергей Матвиенко А обладает своим, так сказать, интеллектом И душа, которая заселяется в это тело, должна подчинить себе биомассу Чтобы получился человек в том виде, в котором мы привыкли себя видеть Вот и выходит, что для правильной работы человека его надо наказывать Наказывать Обливать водой, морить голодом Понимаете? Вот какая мысль? Наказывать Вместо того, я сейчас сразу комментирую Вместо того, чтобы разобраться Как ваше тело взаимодействует с вашим сознанием И с чем оно еще может взаимодействовать Значит, в противном случае биомасса наберет силу И наконец-то распадется на отдельные элементы Которыми они жили в земле до того, как собрались вместе Превратили человека и заставили работать на рудниках Вот такая у меня фантазия Значит, смотрите, на эту фантазию я попробую вам ответить Вот, я так написал там, гуру я или не гуру Для некоторых, некоторые сказали, что для гуру Для других совершенно наоборот Мое мнение на гуру я не претендую Вот так скажу, я не претендую на гуру Я сам постоянно учусь, совершенствуюсь Как вы меня видите, вы уже меня наблюдаете С самого начала, грубо говоря, с 10-го года Вы наблюдаете уже меня 10 лет Канал существует Что и что и как, да? Итак, начнем разъяснить Вот как я понимаю И я вам не хочу сказать, что оно вот так и есть Как я вам скажу А я хочу, чтобы вы подумали Над тем, что я скажу Что там где-то вы слышали Что вы где-то там знаете Чтобы вы все это сопоставили И приняли свое решение Свое мнение Что такое тело Что такое душа Что такое дух И их, так сказать, взаимодействие Итак, биомасса Значит, биомасса Биомасса Вот если биомасса Начнем с самого начала Вот яйцеклетка Появилась яйцеклетка Она созрела Начинает спускаться Яйцеклетка Это биомасса или нет? Это живое существо или нет? Это живое существо, да Яйцеклетка Ну вот оно спускается Зачатие не произошло То есть встречи со сперматозоидом Не произошло И эта клетка Казалось бы, живая биомасса Она распалась То есть оказывается Не биомасса тут играет Что-то еще играет Второй вариант рассматриваем Прошло, значит, зачатие То есть яйцеклетка встречилась Со сперматозоидом И начинается И начинается Формирование человеческого организма Встает вопрос Как эта биомасса понимает Что надо формироваться В человеческий организм Поезд Должна быть некая Энергетическая субстанция Которая начинает Вот эти делящиеся клетки Которые все Вот сначала яйцеклетка Потом яйцеклетка Одна была Разделяется на две Потом она разделяется на четыре То есть все клетки Одинаковые А потом они становятся Клетки начинают Одни и те же клетки Вроде бы Яйцеклетка разделилась на две Разделилась на четыре Да А потом начинают Образуются клетки костей Глаз Сухожилий Мышц Желудка И так далее И так далее И так далее Не выговорю Короче Идет Преобразование клеток В какие-то специфические клетки Отличные от Первой клетки Яйцеклетки Да То есть многообразие какой-то клеток Что Что этим руководить Многообразие клеток Раз Далее еще более Удивительно Это пространственная Структура организма То есть руки растут Ноги растут Там Голова растет Туловище В разные стороны А кто им говорит Что надо вот туда расти Сюда расти И так далее Биомасса Казалось бы Биомасса Вот тебе и биомасса То есть что-то Формирует эту биомассу Причем формирует Будем говорить С самого начала Как только клетка Эйцеклетка Стала активной То есть Произошло зачатие И вот тут-то Начинается Над ней работа По лепке организма То есть Некий архитектор Начинает Выстраивать Этот организм Формировать его Под себя И получается Человек То есть Задумаемся Над этим Что есть Некое Творческое начало Которое Из этих клеток Начинает Лепить Для себя Организм Поэтому то Дело не в клетках А совершенно Нечто в ином И таким Началом Таким началом Вот как раз Я рассказываю вам Своё мнение А вы там Можете там Как угодно Его дальше Там Сопоставлять Думать И так далее То есть Начинается Работа духа Соединение Духа Некой Информационно-энергетической Субстанции С Материальным Началом С яйцеклеткой Дает начало Росту Человеческого Организма В целом И в частности Формированию Тела Так Значит Тело Не может быть Без духа Без той силы Которая его формирует Я уже только что сказал Вот она Яйцеклетка Прошла И распалась А что же такое Душа Такое образование Ребенок Рождается Его тело Сформировано Духом Под себя Духом Под себя Что самое интересное Дух может Вот лепить Под себя Ту или иную Материальную структуру А вот как-то Руководить Особо не получается И для того Чтобы руководить Вот ребенок родился Что у него есть Душа у него есть Или еще там Что-то такое Мы увидим Грубо говоря Вот Ну Видим Ребенка У которого Только имеются Органы Чувств И для того Чтобы ему Научиться Ориентироваться В окружающем Мире Должно сформироваться Сознание На основе Органов чувств Органы чувств Пять органов чувств В течение года Ребенок Ну и далее Нарабатывает память По каждому Из органов чувств То есть Сформируется Пять банков Памяти И Рабочий инструмент Ун Который Что он делает Он Видит Что-то Видит И У него Уже В банке Памяти Имеется Соответствующая Картинка И он Ее Сличает Что-то Он слышит Что-то Он нюхает Что-то Он там Лижет Еще что-то Еще что-то Делает И у него Накапливаются Вот эти банки Памяти Которые уже Говорят Ага Вот это Там допустим Можно съесть А вот это Может Руку обжечь А вот это Может Там ударить А вот это Может еще Что-то делать То есть У него Уже Формируется Сознание Которое Начинает Которое Человек Связывает С собой Что-есть Вот я Это мое тело Я могу То-то 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 Делать И вот так Вот возникает Душа То есть Сознание Это душа Человек Связывает Себя Он Связывает Себя И с телом И со своим Умом Как я умно Могу Там что-то Делать Что-то Еще Там Такое Как я могу Значит В обществе Там Общаться Встраиваться И прочее Прочее Там Работать Получать Благо Ну и Прочее 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 Вот это мы Подразумеваем Под душой Но душа Формирует Тело Нет Оно Просто-напросто Обслуживает Организм Для того Чтобы можно Было Ориентироваться В окружающем Мире Ориентироваться Там Успешно Или безуспешно И так далее Так далее Того подобного И все Вот это И есть Душа А дух Где-то там Где-то там Он И вот живет Тело И душа И дух Который поддерживает Дух Поддерживает Тело Душа Со своими Эмоциями И мыслями Может тоже Его поддерживать Но большей частью По недоразумению Оно его разрушает За счет этих эмоций За счет там Желаний За счет Чьего-то характера И прочее 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 Оно его просто-напросто Вот использует И разрушает Если не знать Как управлять Этим И вот смотрите Наступает смерть Дух Отходит Вот дух Как дух Соединился С яйцеклеткой Плодотворенной И начал формировать Организм человека Так уже В старом возрасте Он уходит Отрывается От физического тела Он им уже не руководит И хотя в нем есть и сознание Хотя в нем есть Жизнь и тело И так далее Но он ушел Все Вот эти вот Механизм Телесно-душевный Перестает обслуживаться Значит тело Начинает Разлагаться Казалось бы Биомасса Должна Расти Ну и чего И там дух А нет То есть Ни гены Ни там ДНК Ни хрен Ни что там Вот Это несущественные вещи Оказывается Потому что Если бы они Были Работали Они Они только работают Тогда Когда еще Тело Соединено с духом Как только дух Оторвался Ушел Значит вот эти все ДНК Гены Шмены Цепочки Там И все это Все это Распадается Все это Ничто Никак Оно Не может Само Себя Не кормить Не обеспечить Жизнь Вот не может И все Насколько это Показывает практика То есть Тело разлагается Остается у нас Сознание Вот Сознание Вот это душа Душа Как инструмент Который Нужен духу Для того Чтобы ориентироваться В материальной жизни Не имея Энергетической подпитки Сознание Подпитывается У нас Она подпитывается Как от духа А так Она подпитывается И от тела Так вот Когда исчезает Значит дух И тело Начинает Разлагаться Сознание Тоже Начинает Вот эта Информационно-энергетическая Структура Сознание Тире Душа Начинает Тоже Разлагаться При этом Опыт Который Накопило Сознание Вот что тут В жизни Произошло Он оказывается Зачем мы тут Живем Мое мнение Он передается Духу Духу Для того Чтобы там Произошло Соответствующее Какие-то Изменения И в следующий раз Когда дух Будет Воплощаться Он уже Использовал Вот эти вот Изменения Тот опыт Который Приобрел Для новой Жизни И вот у нас И получается Что вот Эта вот Биомасса Надо значит Обливать водой Морить голодом И так далее Поэтому Не морить Голодом Не обливать Водой А разумно Работать Надо Для того Чтобы все Это было Цельным И Более того Соединилось С духом И когда Произошло Соединение С духом Вот тогда Начинает Возникать чудесно Потому что Это творческое Образование Которое Может делать Большие вещи Но об этом Мы поговорим Потом